Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Городская электричка уже не просто проект, а реальность ближайшего времени. Руководитель филиала РЖД и глава городской администрации Олег Фурсов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно станет основой для реализации многих проектов в ближайшие три года. Подобные соглашения планируется заключить и с другими крупными предприятиями Самары. После подписания документа разговор о будущем города и роли жителей состоялся с сотрудниками железной дороги. Соединить южную и северную части Самары, сделать дорогу до центра города доступной, быстрой и удобной для жителей отдаленных районов. Призвана городская электричка. О проекте много говорили, и вот его реализация в ближайшем будущем. Создание городской электрички – один из пунктов соглашения о сотрудничестве на ближайшие три года между городской администрацией и филиалом российских железных дорог. Сейчас вместе с городским округом, с Министерством транспорта, с руководством области предстоит серьезная работа с целью изменения транспортной схемы, подведения под графиковое движение, график движения электропоездов и удобной доставки жителей на работу и возвращение домой. В соглашении целый комплекс задач – это и повышение качества транспортных услуг и безопасности, реализация экономических инвестиционных программ. Мы рассмотрели вопросы, связанные с развитием современных пересадочных транспортных узлов, будет несколько в городе, пока мы говорили о трех узлах. Мы говорили о совместной работе по поддержанию безопасности на железнодорожных путях, которые пресекают город Самару, и вопросы, связанные с поддержанием порядка и благоустройства в зонах, примыкающих к выборской железной дороге. В планах по благоустройству и световое оформление мостов. Кроме того, есть и социальные моменты – поддержка сотрудников железной дороги, помощь в решении жилищных вопросов. Как меняется и будет меняться город – глава администрации Самары Олег Фурцев обсудил на встрече с трудовым коллективом Куйбышевской железной дороги. Большие усилия и средства в этом году не только на ремонт дорог, но и на благоустройство, в частности газонов, обрезку старых деревьев. Повышено внимание восстановлению детских садов. 13 отремонтируют за год. Готовы документы для начала ремонта еще в трех детских садах. Позитивные перемены в городе невозможны без поддержки и инициативы со стороны жителей. Реформа местного самоуправления, пожалуй, главную роль в этом процессе отводит горожанам. 13 сентября предстоит выбрать депутатов районных советов. Они будут представлять интересы трудовых коллективов, общественных организаций, работников бюджетной сферы. Словом, всех самарцев. Люди будут нести выбранные ответственности перед вами. Будут смотреть вам в глаза, смотреть в глаза тем жителям, рядом с которыми они живут. Каждый район получит и свой бюджет. А тратить его будут именно на решение тех проблем, которые в первую очередь волнуют жителей. Коллектив Куйбышевской железной дороги не остался в стране. Три самых активных сотрудника готовы войти в районные советы, чтобы представлять интересы многотысячного коллектива предприятия. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Полтора десятка улиц в разных районах Самары комплексно отремонтируют в этом году. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, сезон работ в 2015-м стартовал значительно раньше обычных сроков. И соблюдение графиков находится под постоянным контролем. В ремонт средства, на которые выделили из областного и городского бюджетов, войдет замена бордюрного камня, благоустройство тротуаров и работы на проезжей части. Не остались без внимания и улицы в отдаленных районах города. Долгожданные работы по укладке нового асфальтового покрытия ведутся на Пугачевском тракте в Куйбышевском районе. Ночь, улица, ремонт дороги, которого здесь не было несколько десятков лет. Работа в самом разгаре. На Пугачевском тракте необходимо отремонтировать участок проезжей части общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Для этого используют асфальт на граните, который уже успел зарекомендовать себя как надежное покрытие. Это идет однослойное покрытие без нижнего слоя. Происходит фрезерование, промели, прочистили вдоль бордюра, если есть бордюр в городе, сняли полоску, которая остается от фрезы и приступили к укладке после розлива битума или битумной эмульсии. Большая часть работ уже выполнена. При этом важно, что для комфортного движения транспорта ведутся они исключительно в ночное время. На участке работает 11 единиц спецтехники и более 30 квалифицированных специалистов. Контроль очень жесткий. На каждую тысячу квадратных метров берутся пробы. Проверяется толщина асфальта, проверяется уплотнение, проверяется зерновой состав. На данный момент пока замечаний не поступало, а пробы проходят, и мы работаем в соответствии со стандартными сегостами. Автолюбители такое долгожданное обновление радует. По их словам, состояние дорог в Куйбышевском районе и в целом по городу улучшается. Конечно, нужно было здесь делать, потому что здесь я ремонта давно не наблюдал. Сейчас вроде все хорошо, машина не так шумит, как и раньше. Так вроде хорошо все. В Самаре полно ремонтируют. По юных пионеру часто гонят, ездят. Там вообще отлично сделали дорогу. Благодаря тому, что дорожные работы в 2015 году начались по Самаре значительно раньше, многие проекты уже находятся на завершающей стадии. Соблюдение графиков на постоянном контроле руководства города. В целом, за счет средств областного и городского бюджетов до конца года восстановят улицы в разных районах Самары. В том числе Ульяновскую, Рабочую, Земица, Шостаковича, Мариса Тереза, Антону Овсеенко и другие. Работы также затронут 143 тысячи квадратных метров внутриквартальных проездов. Вместе с проезжей частью преображаются прилегающие территории – тротуары, бордюры, газоны, пешеходные зоны. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Ремонтируют и дома. Реализация программы капитального ремонта в Самарской области идет полным ходом. Около 300 жилых зданий запланировано отремонтировать в этом году. Сотни домов уже привели в порядок. Жители довольны. Однако герои нашего следующего сюжета не готовы петь дифирамбой рабочим. Собрали из того, что было, новые сантехники в квартире Ирины Черепановой, как конструктор с деталями из разных наборов. Если вы посмотрите, бачок другого цвета, а крышка унитаза третьего цвета, и она не подходит. Обратите внимание на крышку. Крышка короче унитаза на 4 сантиметра. Он куплен, как некондиция, как некондиция собрана. Новые батареи и трубы на кухне протекают. Материалы, с которых они сделаны, сжимаются, и на стыках образуется щель. Вот видите, они ржавые. То есть, когда идет опрессовка, вот это все начинает капать. Надо тут протирать. Случай не уникальный. Хозяева всех 108 квартир 59-го дома по Пензенской могут похвастаться чудесами новой техники. В доме сделали капитальный ремонт за счет средств фонда капремонта. Поменяли сантехнику в квартирах, отремонтировали систему отопления. Наглядно видно, какие материалы использовала подрядная организация, нанятая делать ремонт. То есть, это прям классика неправильного применения. То есть, здесь должна быть компенсация правильно. То есть, эта труба, она будет оширяться, и вот этот узел будет двигаться. То есть, в принципе, в какой-то нейтральной температуре она должна быть вертикальная. Нагрелась, она туда отойдет. Сильно охладилась, сюда отойдет. Сейчас, представляете, например, вот ее еще сильнее заморозит, она еще сдвинется еще дальше. Соответственно, просто лопнет вот здесь шов. В стоимость капремонта входили и работы по замене электрооборудования. Поставили патроны для лампочек в 25 ватт. Жители за свои деньги поставили новые. Вот эти новые поставили. Можно, можно все. Недавно поставили, уже другие. А те, вон, они на полу валяются, все патроны сгорели. У нас чуть пожар не был в подвале. В ночное время. Подписывать акт приемки выполненных работ жильцы отказываются. Они недовольны не только результатом, но и самим процессом. Подрядная организация начала ремонт зимой, надолго оставив людей без воды и отопления. Подобные случаи зарегистрированы не только в Самаре, но и в других городах России. Ответственность основная должна лежать на заместителе директора по техническим опросам, по производству и так далее. То есть, в смысле, как структура выстроена. И следующее – это подрядная организация. То есть, у нее тоже задача не просто, как у нас сказано, срубить деньги. Им надо сделать качественную свою работу, достойную. Хорошо заработать, но сделать ее очень хорошо, чтобы к ним потом опять же приходили. Активисты Общественного народного фронта намерены выяснить, кто контролирует расходование денег, выделенных фондом капитального ремонта, и как жители участвуют в процессе согласования работ. В многоэтажке на Пензенской они помогут провести экспертизу, чтобы жители смогли обратиться в суд. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Что для взрослого маленькое ограждение, для ребенка – настоящая преграда. Гулять с детьми, не пугаясь каждой проезжающей машины, для жителей 322-го дома по проспекту Кирова стало возможно, когда детскую площадку отгородили от дороги. Сделать свой двор комфортнее жителям помог Общественный совет микрорайона. Я там летать люблю. Когда маленькая Настя будет гулять во дворе, мама больше не будет бояться, что дочь ненароком выбежит на дорогу. Детскую площадку отделяют от проезжей части. Нам сейчас будут делать ограждение. Это важно, чтобы была безопасная среда для игры детей. Жителям не пришлось обивать пороги множество инстанций и собирать бесконечные подписи. Одного собрания с представителями Общественного совета микрорайона оказалось достаточно, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки и во дворе дома 322 по проспекту Кирова появилось ограждение и безопасная детская площадка. Мы им рассказали свои нужды. И вот одну из нужд они взяли на заметку. Уже все делается, уже все сделано. В планах жителей продолжить сотрудничать с Общественным советом. Здесь уже появилось новое освещение. Постепенно, надеются жители, люди перестанут мусорить. Люди уже приходят на наши площадки и говорят, что здесь детская площадка, нельзя ни пить, ни курить. И у нас уже чище. Я довольна. Единственное, чего не хватает, нам нужны деревья. Огородить дом от шума и пыли. В ближайших планах благоустройство детской площадки. Общественный совет планирует установить здесь футбольные ворота и сделать тротуарные дорожки. Вместе только с жильцами, с общественным советом и микрорайоном, с командой губернатора мы можем благоустроить дворовую территорию, делать жизнь лучше и созидать уже неконкретными делами. Жители этого дома – настоящие активисты, готовые дальше участвовать в жизни своего двора. Вместе с властью определять, на что прежде всего стоит обратить внимание. Люди, которым небезразлична судьба Самары, войдут в команду созидания. Им предстоит продолжить общее дело благоустройства города. Дарья Трофимова, Константин Головин, События. От малого к большому, от разговоров к делу. Сквер возле дома печати возвращают к жизни. Убирают мусор, приводят кустарники в порядок. Жители уже предвкушают тихие посиделки в сквере у дома. Подробности в нашем сюжете. Скверик рядом с домом печати всегда считался идеальным уголком для мам с колясками, влюбленных пар и пожилых людей. Здесь уютно, прохладно и тихо. Пока это место не облюбовали любители горячительных напитков. Сквер получил дурную славу и кучу мусора в придачу. Рабочие и оперативно исправляют положение, пока сквер не превратился в свалку. Увидели, где маленькая кучка и давай туда дальше докидывать. А если чисто? А если чисто, то, конечно, будет уже покультурней. Сигнал о необходимости обратить внимание на эту территорию и включить ее в план работ поступил от жителей в общественный совет микрорайона Парковой. Такой механизм взаимодействия позволяет обращать внимание власти именно на те моменты, которые в первую очередь волнуют горожан. И оперативно решать вопросы на местах. Сегодня такой день, что с мертвой точки сдвинулись наши все разговоры. И мы от разговоров переходим уже к реальным делам. Будем максимально убираться везде, где только возможно. Убираться разными силами. Приглашать также организовывать на уборку самих жителей. И активнее включать все службы коммунальные, которые тоже к этому имеют отношение. Так малыми шагами к большой цели. Каждый приведенный в порядок территория, как кирпичик, в общее благоустройство всего города. Вопросы, требующие больше времени и финансов, общественники берут на контроль. Чтобы помогать развитию Самары, формируется команда созидателей из неравнодушных людей, нацеленных работать на благополучие и комфорт в родном городе. Общими силами решать вопросы своего двора, микрорайона. Очевидно, за таких людей и проголосует население 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Тем временем школьники вовсю наслаждаются летом. Занятие каждый подросток выбирает себе сам. Кто-то предпочитает отдых, активный и не очень, а кто-то использует это время, чтобы заработать на карманные расходы. С пользой для здоровья и семейного бюджета проводит лето Лида Шерстнева. Школьница уже второй год подрабатывает на каникулах в ботаническом саду. Найти работу по душе ей помогли в молодежном центре Самарский. Сюда может обратиться каждый подросток и найти для себя интересную вакансию. Мне нравится работать с цветами, с растениями. Здесь очень хорошая обстановка. Очень нравятся колокольчики, ромашки. Этим летом ухаживать за редкими растениями сотрудникам помогают 63 подростка. В ботаническом саду детей ждут уже с апреля. Работы хватит на всех. Мария Соболева в ботанический сад устроилась сразу после окончания института. Теперь готова поделиться многолетним опытом работы с молодежью. Если бы не дети, мы бы не справились. Это честно. Как только у нас сезон начинается, мы уже с центром занятости начинаем сотрудничать. Сейчас приходят дети, которые приходят заработать деньги. Это уже совсем другие дети. Полоть, поливать, обрезать кустарники – основные обязанности школьников на рабочих местах в ботаническом саду. Именно в ходе трудового процесса они узнают много нового и интересного о редких растениях. Навыки, полученные здесь, считают ребята, могут пригодиться. В поле, цветы сажаем, обрезаем винограды. В будущем на цветы ландшафтных дизайнеров хочу пойти. У нас отдел дендрологии. Здесь есть еще теплицы, еще там цветоводство. Я по жизни больше ручной труд предпочитал. Как вакансия попалась, пошел сюда. Потом понравилось, остался второй год работы. Мы вот в прошлом году как работали, так практически всей бригадой снова и оказались. На время летних каникул в рамках целевой программы «Молодежь Самары» уже полторы тысячи подростков нашли себе интересные вакансии. Более ста предприятий предоставили рабочие места в разных сферах деятельности. Благоустройство и озеленение, промышленность и сфера обслуживания. Особое внимание соискателям из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Это важный воспитательный момент, который позволяет ребятам в будущем с уважением относиться к людям труда, с уважением относиться к будущей профессии. А во многом, может быть, это первое рабочее место, оно определит их будущую профессию, выбор образовательного учреждения. Какую вакансию выбрать, каждый для себя решает сам. Информацию о рабочих местах для подростков можно получить в молодежном центре «Самарский». Дарья Трофимова, Алексей Золотенков, Константин Головин. События. На работу вышли и подростки из малообеспеченных семей поселка Мехзавод. Трудовой десант привел в порядок территорию одной из центральных площадок района. С самого утра в сквере у Дома культуры «Октябрь» кипит работа. Школьники поменяли гаджеты на кисти и лопаты. Эти подростки осознают – все важность дела. Мне кажется, что эта работа идет на пользу обществу. То есть, что мы убираем, я не делаю это ради платы, все-таки ради общества. Я собираюсь работать тут до конца лета, то есть в августе, и потом опять идти в школу. Трудовые отряды в поселке Мехзавод были созданы по инициативе местного общественного совета. За три года существования через них прошли почти три сотни подростков. Число желающих провести лето с пользой для общества только растет. А у наставников всегда есть чем занять молодежь. Проблемные площадки у нас есть, их немало. Например, сейчас вот такая есть площадочка. Это вдоль забора завода, это на дорогу на поселок Фасыче, Красный Пахарь. Можно организовать уборку у нас на территории 10-го квартала. Это тоже там заросли. Вместе с детьми благоустраивать дворы выходят и взрослые. Не сидеть сложа руки, а самим решать все проблемы – девиз местных жителей. Они помогают власти обращать внимание в первую очередь на то, что важно горожанам. Такие неравнодушные люди должны войти в команду созидания, который предстоит сделать Самару более комфортной. Выборы в районные советы депутатов состоятся 13 сентября. Дарья Трофимова, Илья Овсяников, Алексей Золотенков. События. Подростки, оставшиеся летом без контроля со стороны взрослых, развлекаются как могут. Одна из модных тенденций – селфи в неожиданных, а главное – опасных местах – нередко приводит к трагедии. В погоне за авторитетом среди пользователей соцсетей все больше подростков забывают о собственной безопасности. К чему это может привести, выяснил наш корреспондент. Возможно, скоро подобные фото окажутся вне закона. Безопасностью детей озаботились депутаты Госдумы. Парламентарии предлагают ввести крупный штраф для родителей отчаянных подростков. Сейчас он составляет 500 рублей. Что заставляет молодых людей рисковать ради виртуальных лайков. Ежедневно в соцсетях появляются сотни самострелов. Если я хочу, то я это сделаю. За родителей переживаю. Но как бы так получается, что о родителях не думаешь, когда лезешь. 500 рублей – это не деньги. Не будет травмы. Все как бы безопасно. Конечно, не боюсь. Нет никаких сомнений. Уверен в себе. Залезу, сделаю, если нужно. Не дает покоя подросткам популярность Александра Ящерицы. Своё прошлогоднее восхождение на Монумент Славы он сразу же сделал достоянием общественности. Вид оттуда открывался шикарный. На Думу и Самарскую площадь. Особенно понравилась атмосфера площади. Я просто взял и сделал это. Не задаваясь вопросом, зачем. Делится впечатлениями подросток. Александр – один из немногих счастливчиков, чьи похождения не обернулись трагедией. Владислав – альпинист. Кандидат в мастера спорта. Но он уверен, что руфинг – так называется новое опасное увлечение. Элемент позёрства, не более. Экстрем должен быть со страховкой. Я считаю, что это необъективный риск и не нужно подвергать себя таким вообще рискам. Есть люди, например, которые лазят на высотки, на башенные экраны, при этом показывают себя. И всё это просто является показухой. Можно сделать очень интересные кадры безопасным способом. При занятиях, например, альпинизмом, дайвингом, скалолазанием, болдрингом, автоспортом. В сети идёт гонка за лайками. Виртуальный мир постепенно вытесняет реальный. Я онлайн, значит, я существую. Психологи предупреждают об опасности подобного мышления. Селфи вызывает зависимость. А зависимость – это всегда некий исход, некое убегание от жизни. И, ну, разумеется, когда ты публикуешь фотографию, ну, ты не удовлетворяешь свою потребность. Ты же не, ну, общаешься не по-настоящему, ты получаешь ненастоящее внимание. Человек, который лезет на кран, он не понимает, что, ну, его жизнь продвигается опасностью. Он вот эту вот жажду, вот этот вот адреналин, она затмевает. Башенные краны, стройплощадки, высотные дома – излюбленное место фотографий экстремалов. Но опасность может скрываться не только там. К линиям электропередач тоже не стоит приближаться. Электричество в проводах способно убить на расстоянии до 40 метров. Электрический ожог – сомнительная цена за лайки в соцсетях. Для российских экстремалов в МВД даже разработали специальную памятку. Если и это не подействует, то запрещающие знаки могут появиться на улицах российских городов. Дарья Трофимова, Илья Овсянников, Алексей Золотенков. События. Наш телеканал расширяет зону своего вещания. «Самарагиз» теперь доступен и жителям микрорайона «Крутые ключи» и коттеджного поселка «Ударник». Настройте «Самарагиз» в цифровой сети EGS Telecom. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragiz.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Кто берет в долг, приобретает печали. Народная мудрость. А правительство все же решило немного скрасить жизнь должникам. Депутаты решили, что члены семьи не должны отвечать за долги своих родственников. Соответствующие поправки внесены в закон о банкротстве физлиц, который вступает в силу 1 октября. Законодатели предлагают исключить имущество родственников неудачливого заемщика из списка собственности, которая должна быть распродана для погашения его долгов. Так хотят защитить детей, родителей и супругов. Сам закон о банкротстве физических лиц направлен на то, чтобы гражданин, утративший возможность расплатиться по своим долгам, не пошел по миру. Россиянам не хватает денег на платную медицину. По сравнению с 2012 годом число таких ответов возросло на 10%. А вот число тех, кто лечился в частных клиниках за последние три года, сократилось почти вдвое. Самое веселое, что увеличилось число довольных качеством государственной медицины. Хотя по многим характеристикам бюджетным медицинским учреждениям стоит стремиться к повышению качества обслуживания. Платные же клиники, по мнению россиян, всем хороши, кроме стоимости услуг. В нынешнем году размер средних затрат на лечение составил 9 тысяч рублей. В общем, денег нет, не болей. Тоже народная мудрость. Самым частым поводом для обращения за медицинской помощью в заграничных поездках традиционно являются воспалительные заболевания дыхательных путей. Это страховщики туристов посчитали. На эти заболевания приходится практически 40% обращений. Рейтинг стран по количеству обращений за медицинской помощью возглавляет Таиланд. На втором месте Кипр, на третьем Греция, далее следует Болгария, Германия, Индия и Испания. Чехия занимает восьмую строчку рейтинга, на девятом месте Австрия. Замыкает десятку Вьетнам. Наиболее травмоопасными странами считаются Австрия, Италия, Германия, Кипр и Болгария. В общем, хорошего отдыха, без травм. А у меня на этом все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok